Взрослым о взрослых Взрослым о взрослых Взрослым тоже, как правило, не готов Психологически очень много проблем Раньше мы играли, все дружили Все было хорошо И вдруг он начинает спрашивать себя Кто я? Что я? Что я из себя представляю? Есть такой знаменитый вопрос У подростков Неужели я такой, как все? Неужели я похож на других? Совершенно другие мысли в голове Другие эмоции Другие ценности Другие интересы Это мы еще про психологию Можем еще часами Но там есть еще и здоровье Там есть еще и психосоматика И там есть организм Вот смотрите Ребенок очень быстро растет И его сердечно-сосудистая система Не успевает обслуживать Костно-мышечную То есть его сердце Растущий организм Обслуживает с трудом А в чем это выражается? Он очень быстро утомляется А он не может долго держать внимание Часто все время хочет спать Не выдерживает больших нагрузок Эмоционально тоже срывается Как сказала мне одна мама Недавно на приеме в консультации Ну как подростковый возраст? Ну подхамливает Вот это вот подхамливает На самом деле Не то чтобы хамство Хотя понятно, что в этом возрасте Дети пытаются найти границу Что можно и что нельзя А это еще и выражение Такой эмоциональной нетерпимости Они не выдерживают Эмоциональные нагрузки То, что касается учебы Дорогие родители Можете взять ручку и записать Если в средней школе В Российской Федерации Успеваемость составляет 50% Что это значит? Что половина класса учится на 4,5 То в средней школе только 11% Это значит, что только 11 детей из 100 Учатся на 4,5 Остальные учатся на 2,3 Или вообще не учатся Даже в школу не ходят Кроме всего прочего Есть какие-то гормональные дисбалансы У мальчиков и у девочек Вот смотрите Когда взрослая женщина Имеет нарушение менструального цикла Ей нужно идти к врачу От гинеколога до психиатра Может быть даже эндокринолог Не знаю Когда у девочки подростка Не устоялся на менструальный цикл Люди как говорят Ну она же еще ребенок Понятно, что у нее не устоялся Так вот Причина-то и взрослого ребенка Одна и та же Проблема с Ну у взрослого стресс У ребенка перестройка Но это все проблемы И гормональные И психологические Какие угодно То есть это очень тяжелый С точки зрения стресса Период На который, кстати, приходится Очень большая нагрузка Вы ведь не забиваете Без себе голову Университетами В четвертом классе Или в шестом классе Или в третьем классе А девятый-одиннадцатый Забиваете еще как А ребенка вообще не до этого Он егель-еле Карабкается в школе И тут на него набрасывается Значит родители Что ты должен поступать Ему берут репетиторов От него требуют учебы И так далее А он в это время Отбивает нападки одноклассников Он слишком маленький Или слишком большой У нее слишком большой нос Или слишком маленький Он задохлик и ботан Он качок и дебил У нее выросла грудь А у этой груди вообще нет Эти все ржут Эти наоборот Подхихикивают Так немножко уничижительно И так далее У детей Вот об этом голова болит Как они выглядят Как мужчины и женщины А не как дети Конечно обостряется Конфликт в доме Потому что я уже сказал ранее Об этом Родители очень часто Не приемлют Того что дети Уже не совсем дети И происходит борьба За эту самую взрослость Когда ребенок уходит Где находится Он не говорит А приходит он поздно Если не под утро И так далее Скандалы Крики Все это усугубляет Огромное количество детей В этом возрасте Как выясняется Уже чувствуют себя Вполне одинокими Это например Выражается в том Что у них коммуникативные проблемы И они сидят в компьютере Из дома они не выходят Они или общаются Или играют И это создает И компьютерную зависимость И проблемы одиночества И проблемы с коммуникацией Уже так сказать Во взрослой жизни Очень много психотравм Случается Именно в этот период Кстати Все эти Болемия Анорексия Суицидальные мысли И все остальное Тоже приходится На подростковый возраст И даже гащи-шизофрения Тоже где-то обнаруживается 14 лет Если она есть Так что Как сами догадываетесь Не дай бог Конечно Бывают Очень не часто Но бывают Исключения Когда родители Вообще не заметили Что этот период прошел Да и ребенок не заметил То есть Все это проходит Достаточно спокойно И гладко Есть еще три варианта Этого периода Слишком ранний Ну тот который Нормально происходит И запоздалый И они Внутри себя Могут очень быстро Происходить И очень медленно Очень быстро Если вы помните Был такой Роман Или рассказ Я его в детстве Читал Не помню Франсуаза Саган То ли немного Солнце в холодной воде Я не помню Как она повзрослела За одно лето Ну наверное Многие Слушатели Дождя Это помнят Поправить меня Если я ошибаюсь Может это по-другому Называлось То есть бывает Что вот ребенок Там В 15 лет Уходит На каникулы Летний ребенок Он возвращается Взрослым мужиком Я помню себя В 10 классе У меня уже Разла такая Козлиная бороденка Я давно Не стриг Свой хайр Был похож Сильно на Анджелу Дэвис Ходил Как оборванец В школу Меня не пускали Таким как я Предлагали пойти Постричься Если они хотят Общезать В школу Вот А какая дурацкая Такая детская Конечно история Тоже борьба За права За взрослость Что я могу сказать Друзья Звоните Я напоминаю Что наше Ток-шо Отличается Одним нюансом Я не Люблю дискуссии Я люблю Отвечать на вопросы Поэтому Когда вы Обращаетесь И пишите Смс Или звоните По телефону Пожалуйста Приготовьте Свой вопрос По нашей теме Телефон прямого эфира Плюс 7 495 730 101 Вы можете Написать Через сайт 3w.sever.ru Можете Отправить Смс На номер Плюс 7903 7976333 Добрый день Алло Алло Здрасте Добрый день Мама Как вас зовут Меня зовут Анна У меня вот девочка Ей годик Я к сожалению Прослушала тему Не успела Вот оно И чувствуется Судя По тому Начал Мы про подростков У меня практически Про подростков Вот я считаю Да Это одной ногой Уже В университете Ну Да Да У меня вопрос К сожалению У нас родилась Девочка С особенностью У нее есть Физическое отличие От других деток И уже сейчас Мы с папой Активно думаем Над тем Как с ребенком Общаться Как ее подготовить Как раз таки К подростковому К подростковому Возрасту Чтобы она С минимальными Переживаниями И комплексами Вышла Вот из этой ситуации Еще раз Задайте вопрос Вопрос Ребенок С патологией В развитии В чем патология Выражается У нее Четырехпалая Ножка Короче Другой В общем Там полностью Физиология Отличается От Стандартной Ситуации Мы сейчас Уже Переживаем Как нам себя Вести С ней Чтобы она Будет Когда пойдет В школу И постарше Смотрите Я понял Ваш вопрос Вам на это Не реагирует Но ребенку Объяснить Что она Столкнется С тем Других Детей Пять пальцев Ноги Кстати Не на одной Ноге Или на двух Ногах На одной Одна ножка Понятно Что Есть Такой Дефект И Чтобы она Была Готова К тому Что Дети На Этого Не Видели Они Могут По-разному Реагировать И она Спокойно К этому Отнеслась То есть Ребенка Заранее Подготовить Чтобы Это Не было Неожиданностью Что Может Так Случиться Что Дети Из Жесткости Либопытства Могут Дай Посмотреть А что Это Такое Где У тебя И так Дальше Можно Сказать На войне Потеряла Взрослым О Взрослых Мы Обсуждаем Подростков Их Проблемы Добрый День Добрый День Здравствуйте Как Вас Зовут Здравствуйте Меня Зовут Наталья У меня Вопрос Такой У Меня Дочери 11 Лет Ну Как Она Еще не Подросток Если Вам Потому что В школе Там Все Уже Интернет И все Такое У меня Вот такой Вопрос Дело В том Что Сначала Учеба У нас Как-то Не задалось Общаться И делать Уроки То есть Так Вот Спокойно В итоге Мы Достаточно Очень Сильно Ругаемся Вечером И я боюсь Что Когда Наталья Подросткам Это будет Просто Ужасно Скажите Пожалуйста Многие Мне Говорили Что С Подростками И Детьми Мне Вообще Не стоит Делать Уроки Вообще Не стоит С ними Как-то Обостреть Эту Ситуацию Может Быть Это Действительно Правда То есть Я Зря Пытаюсь Не найти Общий Изок В уроках Вы знаете Вам Правда Говорили Я вам Более Того Скажу У меня На основе Есть Статья Называется С уроками Уроки С детьми Делать Нельзя Она Набрала Полтора Миллиона Просмотров То есть Прям Настолько Все Согласны Так что Завязывайте Если вы Не хотите Испортить Отношения С дочерью На всю Жизнь Потому что Вы думаете Что для вас Сейчас уроки Очень важны А дочь Думает Что у нее Очень Нехорошее Отношение С матерью Она Будете Знать Я Очень Хотел Чтобы Она Хорошо Училась Это Первое Второе Вашей Дочери Как и Остальным Детям Нужно Научиться Все-таки Решать Свои Проблемы Самим Гипер Опека Это Не Помощь Ребенку Это Выражение Страха Родителей Это Не Одно И Тоже Многие Родители Люди Заняться Нечем Они Прямо Приходится Работать Некотор Даже На А сейчас Ты мне Это Все Прочтешь Тетради Ты мне Покажешь А мы С тобой Вместе На Завтра Портфель Соберем Надо С этим Завязывать Я Считаю Что Максимум Что Вы Можете Сделать Для Ребенка Это Когда Пошел В первый Класс Взять Себе Отпуск На Две Недели Две Недели С ним Посидеть Это Все Дальше Вы Лучше Не Знаете Где Находится Школа Отношения Будут В семье Здоровее А Самый Главный Ребенок Будет Учиться Намного Лучше Добрый 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 День Будьте Любезны Чтобы Вас не травмировать Я Вам Сразу Задам Вопрос Поскольку Вы В дискуссии Ступать Не любите Когда Этого Обмолвились Меня зовут Александр Скажите Пожалуйста А какая У вас Ученая Степень Либо Какое У вас Образование Чтобы Вам На все Отвечаете На самом деле Не вдаваясь В определенные Подробности У вас Такой Большой Опыт Или Такие Огромные Знания Можно Знания Огромные Опыт Нереальный Мне на самом деле Все равно Вы можете Слушать Можете Не слушать Это же Ваш Выбор Все правильно Поддержит Меня Михаил Нет Влад Из Финляндии Франсуаза Саган Немного Солнца В холодной Воде Нужно Либо Бороться С курением Подростков Находим Сигареты Или Чувствуем Запах Давайте Я вам Расскажу Историю Про себя Наоборот Во-первых Не нужно Ни с чем И никогда Это только Усугубляет Проблему Давайте Начнем Вот с чего Дети Пробуют Сигареты Наверное Все поголовные Мальчики Девочки Если вам Интересно В Российской Федерации Вместе С наркотиками Это происходит В среднем 12,5 лет Есть такая Статистика Что В 12,5 лет Дети Первый раз Пробуют Там Сигареты Наркотики Да и Выпивку В общем-то Тоже Дальше Дети Расходятся В разные Стороны Одни Попробовали Поморщились Сплюнули Их Стошнило Не сплюнули Не стошнило Но и не Привязалось А другие Очень жестко Подсели И продолжают Всю жизнь Соответственно Пить Курить Или Стали Наркоманами В чем Разница Разница В зависимости Разница В том Что Те дети Которых В семье Поддерживают Они Не склонны К зависимости Те дети Которые В семье Были Не поддержаны Они Таскать Уже Из-за того Что нет Поддержки Родителей Уже Зависимы И вот Отсутствие Поддержки Считается Главной Причиной Зависимости Теперь Зависимы И мне И мне Не повезло Потому что Тут же Я Поймал В голову Удар Потом Отец Успокоился Сказал Сынок Ну Давай По хорошему Теперь Поговорим А отец Тоже Курил Ну Что с него Взять Он Две войны Воевал С немцами С японцами Его Понять Можно Он Сказал Смотри Какая Ситуация Наступит Такой Момент И ты Не сможешь Не курить Папа Да Ну Можешь Брось Я понял Что я Уже Не могу Бросить И Этот Роман Затянулся Примерно На 35 Лет Мне Не страшно Было Ничего Я Курил Последние Там Лет Десять Я курил До Трех Патчек В день Я Даже Помню Что Все Идеи Там Типа Раком Заболеть Обычно Для Меня Так Я Сам Собой Договарил Что Есть Обезболивающие Типа Дали обезболивающие И болейте Дальше Курите На здоровье Пока Не помрешь Один раз Меня Вывел Из себя Знакомый Врач Психиатр Он сказал Есть одно Заболевание При котором Обезболивающие Не помогает Эмфиземы Легких Ты просто Удушаешься В течение Примерно Трех Суток Пей Обезболивающие Не пей Обезболивающие Просто Идет Удушье До Самой Смерти Я Испугался И не Примерно Час Сорок После Потом Из того Что я Испугался Я стал Курить Еще Больше Теперь Самое Главное Как я Перестал Курить Я не Курю Уже Не знаю Шесть Лет Или Семь Я уже Не Помню Но Давно Не Курил Вот Эти Бросание Курить Это Все Ни О чем Потому Что Вы Бросаете То Что Вы Любите Нельзя Бросить То Что Любишь Бросить Можно То Что Ты Уже Не Любишь Для Этого Надо Объяснить Себе Что Это Не Любовь А Это Зависимость Вот Тот Момент Когда Я Сказал Себе Что Я Не Люблю Курить А У Зависимость Я Перестал Курить Мы Через Пару Трой Минут Вернемся К этому Разговору Вы Слушайте Авторскую Программу Михаила Лобковского Взрослым О Взрослых Так Заканчиваю Отвечать На вопрос Мамы Как Боро Нужно Бороться С Подростком 15 лет Я думаю Очень Многих Это Интересует Я Что Хочу Сказать Надо Детей Поддерживать Если Будете Детей Поддерживать Они Курить Не Будут Да Они Наверное Попробуют Но У них Это Все Быстро Закончится Вот Если Ребенок Не Чувствует Поддержки Родителей Он Конечно Может Быть Курящим Я Хочу Закончить При Себя Я Перестал Курить Когда Я Перестал Считать Что Я Люблю Курить Я Сказал Себе Что Я Зависим У Мне Реальные Проблемы И В Этот Момент Само Ощущение От Курения Стало Не Очень Приятным После Этого Меня Отпустило Я Уже Сказал Что Я Лет Шесть Не Курю И Меня Не Раздражает Когда Курят Другие То есть Мне Не Снятся Ночью Сигареты Я Спокойно Переношу Когда Люди Курят Вокруг И Так Далее Потому Что Я Сказал С Что Зависимость А Все Кто Курят Говорит Что Мне Это Нравится Ни Алкоголик Ни Наркоман Ни Курящий Не Может Бросить То Что Ему Нравится И Еще Я Хочу Сказать Два Слова Я Хоть Уже Не Подросток Но Видимо Терпения Не Хватает Хочу Извиниться Перед Александром За Жесткий Ответ Ответить Ему Спокойно И Мягко Александр Дорогой Стаж Работа У меня Около Тридцати Лет Я Работал От Детского Сада То Есть В детском Саду Работал В школе В начальной В средней В российской Еще В израильской Еще Работал В колонии Для несовершеннолетних Работал Учителем И психологом Что Вам Еще Рассказать Все Хватит Так Дальше На самом Деле Человек Говорит Легко Или Тяжело Это На самом Деле Не связано Ни с Образованием Ни с Опытом Работал Просто Легко Говорит Или Нелегко Говорит Проблема Только В этом Такие Вечи Как Образование Или Опыт Работы Образование У меня Как вы догадались Тоже Психологическое Еще Дополнительно Я получил Трехлетнее Это Называется Family Mediation Service Это Семейный Посредник Который Занимается Переговорами Между Разводящимися Супругами О Детях И разделе Имущества Это Никак Не связано Плюс 7 495 730 101 Телефон Вы можете Написать Через сайт www.silver.ru Можете Отправить Смс На номер 7 903 797 6333 Добрый день Алло Здравствуйте Сергей Нежинок Беспокоит Вопрос Про подростков Люблю Вашу Передачу Слушаем На другом Радио Везде Где возможно Ребенку 16 лет Девочка С мамой Разведены С мамой Отношений Нет Сейчас Как Пытаюсь Выстроить Отношения Ситуации Контакта Нет С мамой Потеряны А ребенок С мамой Остался Да Ребенок С мамой Остался Никак Там Не складываются В общем Ей 16 лет Там Как вы Говорите Переломный Какой-то Такой Период Плюс Еще Отноложился Развод Пытаюсь Строить Отношения С ней Она Вроде бы Открывается У меня вопрос Какого плана Как С ребенком Говорить Про это Исходя Из Этой Ситуации Про Ваши Отношения С его Матерью Нет Именно Про Сексуальный Опыт Первый Там И вообще Как Сексуальную Жизнь А сколько Лет Ребенку 16 лет Мальчик Девочка Ну я думаю Она сама Может все Вам рассказать Что-то Поздно Спохватились 16 лет Я не ощущаю Что у нее И опыт Такой Был Потому что Средний возраст Вступление В сексуальную Жизнь В России 15 Половиной Лет Если вам Интересно Вы можете Сказать Только о Предохранении Это все Что вас Как отца Должно Интересовать Все остальное Вот про это Да Что Вы Относитесь Спокойно Единственное Что она Должна Знать Что есть Презервативы Ими Надо Пользоваться И никакого Секса Без Презерватива Быть Не может Ни при Каких Условиях Точка Конец Рассказа Дальше Все зависит От того Что у нас Будет вас Спрашивать Здравствуйте Сегодня Лечили Сына 9 лет Воровстве Очень много Врет Так и не Сознался Нашла То Что Украл После Четыре Рыла Вешка К сожалению Как прочим Просить Прочения Не дождались Папа Сгоряча Отлопил Прыгал Комечать Не знаем Что делать Как Донести До него Что Орвать Неправильно Спасибо Таня Во-первых Можно Отвести Ребенка Детскому Психологу Признак Плохой Теперь По существу Дети Воруют В трех Случаях Из выгоды Из страха И Немотивировано То есть Когда Их воровство Относит Такое Клептоманское Происхождение Ну Просто Не может Удержаться Чтобы Не взять Почему Так Произошло Почему Ваш Ребенок Ворует Может Психологи Обожают Говорить Что он Любит Так На себя Внимание Обратить Что ему Не хватает Там Нарочно Делать Какие Такие Вещи Чтобы Родители Хотя Бо Может Полупили Ну Хотя Бо Какое Подавление Я не Знаю Это Плохой Признак Это Может Быть То Что Он Ну Как Сказать Не Понимает Ни Причины Следственной Связи Ни Какие То Моральные Устои Может Быть Просто По Недомысли По Непониманию Что Это Вообще Плохо Может Быть Наоборот Зная Что Это Плохо И Пытаясь Как Свои Проблемы Решить Не Знаю Поговорить С Психологом Добрый Добрый День Спасибо Большое За Вашу Лекцию Я Немножечко Не Немножечко Наверное Тоже Ваш Коллега Меня зовут Андрей Вы Знаете Вы Немножечко Забыли Мне кажется Сказать Об очень Важных Аспектах Подросткового Возраста Первый Аспект Который Должны Понимать Родители То Что Подросток Не Формулирует Проблему Он Не Говорит У меня Проблема Он Говорит Это У вас Проблема И Вот С этой Точки Нужно Подходить К Общению С Подростком И Второй Аспект Лекарств Лекарства Для Подросткового Периода Ну Лекарства В кавычках Кроме Активной Деятельности Где Подросток Ощущает Себя Реализованным Вот Практически Не Существует Андрей Даже Не знаю Я не могу Сказать Спасибо Потому что Но В этой Информации Нет Честно Никакого Смысла Все Так Давайте Придерживаться Вопросов Теперь По существу Все люди Не формулируют Что Проблема У них Не Подростки А все И мы С вами Тоже Не Понимаем Что Проблема У нас И Говорю Что Проблема У Других Это Первое То Что Касается Там Занятости Реализованности И так Далее Это Тоже Вопрос Непростой Друзья Мои Все Так Вопросы Все Так Вопросы Добрый 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 День Что Делать Если Подростковый Кризис Не Проходит У Взрослого Человека Спрашивает Костя Ой Костя Завидовать Самому Себе Что Вы Чувствуете Себя Подростком Что Ваш Реальный Возраст Сильно Больше Чем У Ваш Психологический Возраст А я Вам Давайте Расскажу Заодно Все Развеселимся Как Это Вообще Выглядит Когда Взрослый Человек Мужчина Мы О Мужчинах Поговорим Имеет Подростковые Проблемы Слушайте Внимательно Это Интересно И Смешно Ребенок В Подростковом Возрасте Ну Скажем Ему 14 15 Лет Уже Первые Полюции Начинается Уже Он Заглядывает На Женщин На Грудь Смотрит При этом Он Влюблен В Какую То Свою Одноклассницу Но Как Не Влюблен Платонически Он Ее Как Сексуальный Объект Вообще Не Рассматривает Он Может Ее За косичку Дергать Может Дать По Голове Портфелем Может Этот Портфель Отнести До Ее Дома Вот Записки Писать И Он В общем То Сказать Она Предмет Его Душевного Обожания Несексуального И У Него Как У Ребенка Очень Четко Это Вот Сать У Феллини Было В Маркорде Показано Какие Сексуальные Фантазии Бывают У Подростков Так Вот Сексуальные Фантазии Подростков Это Не Одноклассница Это Такая Взрослая Тетка Желательно С Большой Грудью Но Это Нормально Потому Что Он 15 Лет И Эта Девочка Предмет Его Таскать Обожание А Тетка Предмет Его Сексуальных Фантазий Дальше Когда Подросток Вырастает На Два Разных Человека То Есть У Не Увлечения И Любовные Переживания Они Во первых Вместе Во вторых Они По поводу Одного Объекта То Есть Он Уже Взрослый Для Него Уже Девушка И Он Ее Воспринимает И Как Предмет Любовного Обожания Как Предмет Сексуальное Тоже Обожание Но Есть Такие Мужчины Подростки Которые Продолжают Всю Жизнь Такая Смешная Итальянская Семья Что Это Жена Это Мать Моих Детей Это Святое А Женщина Это Проститутки Например Или Какие То Вульгарные Женщины Вот Их Я Воспринимаю Как Женщин А Помните Это Знаменитая Фраза Этими Губами Она Будет Словать Моих Детей Вот Мужику Может Уже 50 Лет А Он В Душе Ребенок У нее Очень Четкое В мозгу Разделение Что Жена Это Жена Это Вообще Практически Святой Человек И Секс Женой Это Просто Исключительно Для Продолжения Рода А Вот Все Сексуальные Фантазии Любовные Утехи Это Пожалуйста На стороне Вот Это Проявление Подростковой Психологии У Взрослых Мужчин Как По Мне Так Смешно Добрый День Говорите Пожалуйста Здравствуйте Меня зовут Наталья Я Вот Как Раз По Поводу Ребеночка У Мя Дочка 13 Лет И Сейчас Я Замечаю Что У Ребенка Стает Страх Что Она Не Поступит В Будущем Как Раз Начались Проблемы С Учебой Интересно А кроме Ни Кто Такой Страх Испытывает Семья Все Говорят Да Пофигу Да Не Поступай Да Да Не Сдавай Да Вообще Все Равно Или Все Прямо Так Нервничают А Ребенок Это Воспринимает Она Поскольку В отметках Стала съезжать По Многим Предметам И Она Например Хочу Стать Ветеринаром Ей Говорят Вот Нужно Учить Биологию И Химию Стоп 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 Секундочку Это Она Говорит Хочу Стать Ветеринаром Правильно Да А Кто Говорит Нужно Учить Ну Там Если Вы Хотите Чтобы Ребенок Был Нормальный Психологически Устойчивый Имел Хороший Контакт Нет Не Говорите Когда Вас Не Спрашивает Вообще Ребенок Не Спрашивает Чему Делает Что Он Хочет Правильно Да Правильно Конечно Но Зачем Ему Говорит Я Те Слово Ты Мне Десять Я Говорю Я Хочу Учиться На Того На Ветеринара Ты Знаешь Чтобы Обучиться Ветеринара И Бла 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 Зачем Это Все Ну Вот Наверное Видимо Мы Наверное Это И Дальше Да Это Дает Дальше Тревогу Смотрите Что Вы Можете Своим Отношением Что Вы Любите Ее В Любом Случае Что Ничего Страшного Не Будет Поступит Она Замечательно Не Поступит Тоже Ничего Страшного Будет Работать Скорее Всего И Готовиться И Так Дальше Что Об Этом Думаете Ну Нам Конечно Хотелось Что Немножко Где Нибудь В Другом Месте Работала Потому Что Я Говорю Вы Сейчас Жалуете Что Ребенок Очень Нервно Стал Относиться Что Он Стал Хуже Учиться И Теперь Боится Не Поступить Я Правильно Понял Да Да Вам На Эту Проблемы Решать Надо Не Говорить О Что Вы Скажете Ну Видимо Наверное Нам Нужно Как То Вам Нужно Немножко Уздечку Ослабить Вам Нужно Своим Отношением Спокойным Показать Ребенку Что Вы Совершенно Нормально Относитесь К Любому Исходу Того Как Она Поступит Или Нет Вообще Я Хочу Сказать Что Отношение К Оценкам Детей Очень Жестко Привязано К Реакции Родителей Прямо Начиная С первого Класса Когда Даже Учителя Пытаются Уйти От Оценок Ставят Место Оценок Звездочки Воробушка Всятих Ласточек И Другую Фигню Дети Все Понимают Что 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 За Этим Стоит Кто Хуже Кто Лучше Так Даже Родители Начинают Реагировать Друзья Мои Это Общая Отдельная Тема Для Разговора Потому Что В идеале Ребенок Должен Учиться Из Потребности Самореализации Не за Отметку Но Когда Родители Вообще Неспокойно Относятся К отметкам Требуют То Дальше Ребенок Становится Тревожным Это Большая Проблема Скоро Мы Встретимся Опять Взрослым О Взрослых Я Продолжаю Отвечать На ваши Вопросы О Подростках Телефон 7 4 9 5 7 130 101 Михаил В конце В прошлой передаче Вы сказали Что если Не нравишься Другим Людям То Из-за Этого В первую очередь Не нравишься Сам себе Но я так Не мог Сказать Наоборот Но мне интересно Как это работает Тут Дело в том Что нужно Ставиться До Таким Чеком Что Понравится Себе Исходя Из Этого Будешь Нравиться Другим Для Вмири Душ Нравится Будете Излучать Энергию Какую То И как Понять Нравлюсь Какие Тема На самом Для Подростков Прямо Самая Больная Тема Для Подростков Объясните Своим Детям Что Их Потребность Нравится Всем Особенно У девочек Это Распространено Это Пустое Потому Что Ничего Не Дает Что Сначала Должна Понравиться Сама Себе Принять Себя Всю Такую Какая Есть И Мальчику Тоже Расскажите Что Он Должен Принимать Себя Таким Какой Он Есть И Как Правильно Пишет Елена Именно Это Мы Излучаем Именно Это Та Самая Особая Энергетика Которую Еленой Пишите Который Передается Другим Человек Который Себе Не Нравится Но Пытается Накраситься Похудеть Одеться Как То Думая Что Это Понравится Другим Не Понимает Что Люди Считывают Не То Как Он Внешне Выглядит А Именно Энергетически То Что Он Из Себя Представляет И Излучает Поэтому Вы Объясните Вашим Детям Подростков Что Сначала Надо Понравиться Себе Самому Плюс 7 4 9 5 730 101 Телефон И Самоисто Номер Плюс 7 903 7 9 7 6 3 3 3 Добрый День Алло Здравствуйте Здравствуйте Как Вас Хотелось Поднять Тему Предыдущей Барышни Которая Звонила Про Уроки У меня Вопрос Такой Я Склоняюсь К тому Что Я Стараюсь Чтобы Ребенок Сам Делал Уроки Самостоятельно Стараюсь Уделять Себе Больше Времени Хожу В театре В кино И Ребенку Стараюсь Эту Линию Придерживать Что Ребенок Самостоятельно Делал Уроки Но Вопрос В чем Заключается Как Ребенку Донести То Что Это Невнимательность Со стороны Родителя То есть Получается Ты говоришь Садись Делай уроки Я пока Поделаю Свои дела Как Донести До ребенка Что Это Невнимание И Нелюбовь Вот Желание Помочь В уроках Чего Я не очень Понимаю Дайте Еще раз Попробуем Как Донести Что До ребенка До ребенка Информацию То Что Он Самостоятельно Делает Уроки Это Не Невнимание Со стороны Мамы А ребенок Просит Что вы С ним Делали Уроки Нет Ребенок Наоборот Всеми силами Старается Создать Ауру Что Он Один Единственный Ему Нужно Помогать Смотрите Смотрите Вот Когда Я сказал Что Дети Должны Делать Уроки Сами Это База Но В этой Базе Есть Такая История Когда Ребенок Вас Просит Помочь Вы Можете Ребенку Помочь Но Помочь Не означает Делать Место Ребенка И Помочь Не означает Контролировать Уроки Или Проверять Уроки Помочь Это Вот Что Такое Мама Я Конкретно Это Не Понимаю И Мама Даже Не Всегда Отвечает За Ребенка Она Может Наводящими Вопросами Привести Ребенка К Правильному Ответу Это Может Быть Русский Математика Физика Химия Сколько Хватает Вашего Мозга Понять Что Дети Проходят Школе Я Бо Сломался Уже Ближе К Четвертому Классу Я Думаю Вряд ли Я Понимал Программу Поэтому Когда Ребенок Просит о помощи Вы можете Помочь Когда Ребенок Не просит о помощи Пусть делает Уроки Сам И вам Не надо Делать Уроки С ребенком Это Как вы скажите Не выражение Любви Это Наоборот Выражение Заботы О ребенке Чтобы он Вырос Самостоятельно Два Вопроса Похожих Дочь 15 лет Начала Курить И баловаться Алкоголем Как себя Вести И Второй Как Объяснить Девочке Риск Ранней Беременности Сама И Тут Без названия Но Что могу Сказать Во первых Вы можете Выразить Огорчение Что вам Это неприятно Но вы Радость Может быть Вот в чем Что это В 15 лет Ребенок Начал курить Или баловаться Алкоголем Потому что Переболеет Как я уже сказал Ребенок Поддерживаем Родителями То Мы после Новостей Продолжим Этот разговор Вы слушаете Авторскую программу Михаила Лобковского Взрослым О взрослых Мы продолжаем Я продолжаю Отвечать На вопросы Про подростков Телефон Плюс 7 495 730 101 Можете Писать Через сайт www.silver.ru Или можете Прислать СМС На номер 7 903 797 6333 Я вот Хочу Доответить Значит По поводу Дочь 15 лет Начала Курить И баловаться Алкоголем Как лучше Себя вести Ну Как я уже сказал Выразить Огорчение Своё Недовольство Естественно Дома В любом случае Это исключено Вы не можете Конволировать Естественно В других местах Чем могу вас утешить Что пусть это будет 15 Чем Например В 20 Потому что Когда ребёнок Всё это переживает Ну Идёт дальше Взрослеет Но когда взрослый Начинает вдруг Во все тяжкие Это выглядит Во-первых Нелепо Во-вторых У взрослого Гораздо Большая проблема Застревания На этих Пороках Как объяснить Девочке Риск ранней беременности Сама забеременела Ею в 17 Александра Вот Спрашивал По мандре Про сына Тоже самое Ему 17 лет Презервативы Надо говорить О необходимости Предохраняться Добрый день Да Добрый день Михаил Меня зовут Марат У меня Вопрос Про сына Сыну Сейчас 9 лет Но Я знаю Что вы говорили Вначале Про 12 лет Вы говорите Про подростков Но Хотя бы 13 Да 14 Да Но В случае Абсолютно Наш Потому что Ходит Секция Официально Выбрал Вольную борьбу Чтобы по голове Особо не стучали Как гипбоксинг Гипбоксинг Но Молодой человек Уже мог бы Для себя Как бы И постоять Вот С чем мы столкнулись Секция Абсолютно Бесплатная Дюс И набор Идет Детей Всех возрастов То есть Есть общие Тренировки Где тренируются Дети И 8 И 13 И 11 Лет Вот Он у меня Самый маленький Из этой категории И один раз Он плачет И говорит Я не хочу ходить Да в чем причина Меня ставят Со старшим Он отрабатывает На мне приемы Но я ему На что ответил Что Надо Хотеть всегда Победить И учиться На своих ошибках Придут такие же дети Которые ты так же Будешь на них Отрабатывать Но это Юноша всегда Так Я через это прошел И все Проходят Младшего Естественно Как бы пытается Задеть Обидеть Вот как Еще его Подбодрить Вот точно Не так Во-первых Не хочет Пусть не ходит До 12 лет У детей нет Устойчивого интереса Они могут Все бросать Во-вторых Он никогда Не может Победить Парня Которого 13 Пока ему 8 Вы его ставите В заблуждение Он не может На нем отыграться А может быть Вообще не сможет Зато Он не закрепится Абсолютно Лузерская психология Что он всеми проигрывает Я считаю Что это недостаток Вашей бесплатной Этой тренировки Что Берут Разновозрастных детей Я сам Когда учился В школе Ходил заниматься В дзюдо Трудовые резервы Вот я учился В седьмом классе Были только Мои ровесники А взрослые Занимались Со взрослыми То есть Те кто учился В десятом классе Они к нам Отношения не имели Конечно И нас поломали бы За две минуты Это понятно Они здоровее В два раза были Вот Поэтому Подбодрите Пожалуйста Как ты И другим способом А самое главное Что это же Правда То есть Это неправда Но Если его Всеми в пару Ставить 13-летним То когда Именно Вы Хотите Ему Сказать Он Сможет Отыграться Правильный Ответ Никогда Только Когда Ему Будет 13 Мы Приведут Восьмилетнего Вообще Я вам Хочу Сказать Эти Якобы Мужские Игры На самом деле Очень Смахивающие На Жизнь В российской Армии Меня Лично Не вставляет Я Не Разделяю Правильности Этой Позиции И Считаешь Это Сам Сам Дело Неправильно Ну Ладно Это Как Бо Ваш Ребенок Вам Решать Как Воспитывать Здравствуйте Моей Сестре 11 Предподростковый Возраст Она Уже Начала Меняться К матери Она Привязана На Отношения Недоверительные Часто Крики Мы Живем На Расстоянии Но Хочется Чтобы Возможно Сложные Моменты Она Могла Довериться Хотя Бо Мне Как Грамотно Построить С ней Отношения Знаете Это Касается Не только Вас Вы Хорошая Сестра Что Доботитесь О Младший Но Это Касается И Родителей Дело В том Что Многих Родителей Тоже Не Очень Близкие Отношения Доверительные С Ребенком И Мы Сегодня Слышали Частично Почему Потому Что Многие Родители Не Дают Ребенку Открыть Рот Если Вы Хотите Иметь Доверительные Отношения С Ребенком А В вашем Случай С Младшей Сестрой Вы Должны Уметь Слушать И Ничего При этом Свои Две Копейки Не Вставлять Ребенок Просто Хочет Поделиться Не Надо Говорить Фразы Типа Я Ж Тебя Предупреждала Мы Ж Говорили Об Этому Ну Ты Что Дура Что Ли Тебя Десять Раз Говорили Ты Опять И Так Далее Даже Какие Подбадривающие Вещи Не Надо Говорить Надо Просто Уметь Слушать Ребенок Делится У него Есть Потребность Высказаться Ваше Родительское Или Старше Сестринское Дело Сидеть Кивать Головой И Молчать И Чем Больше Будете Молчать Тем Больше Шансов На То Что Ребенок Начнет Открываться И Начнет С вами Чем То Делиться Но Как Только Вы Будете Перебивать И Говорить Больше Чем Он Естественно Будет Замыкаться В себе И Не Захочет С вами Ничто Обсуждать Телефон Прямого Эфира Плюс 7 495 730 101 И Я читаю Дальше Сначала Выслушал Вас Полностью Согласен Добавлю Друзья Вы Подписывайтесь Ко время От времени Хотя Лучше Каждое Письмо Добавлю Проблемы В родителях Никто Не Учитывает Свои Детские Ошибки Чужие Ошибки Воспитания Как Сказал Димура В любви Дебила Типа Статистика Это Какой-то Набор Слов Лишенных Смысла Чем Что Страшнее Компьютерная Зависимость Подростка Или Ухудшение Отношений Между Сыном И Родителями Как Здесь Выбрать Спрашивает Галина Галина Ну конечно Страшнее Ухудшение Отношений Но Дело В том Что Не Надо Приносить Жертву Что-то Ради Чего-то То Говоря По-русски Можно И Отношения Не Ухудшить И Избавить Ребенка От Компьютерной Зависимости Но А если Речь Идет О том Что Единственный Способ Избавить Ребенка От Зависимости Скандалы Конфликты Забирания Жесткой Компьютера То Конечно Это Не Решение Проблемы И Ухудшится Отношение Не Улучшится Зависимость Плюс 7 4 9 5 7 30 101 Михаил Здравствуйте Девочка 12 лет Часто Говорит О том Кем Ей Быть Причем Дома Ее Не Пилим Этим Вопросом Говорим Будешь Заниматься Тем Что Нравится Но Все Рано Беспокоиться Откуда Эта Тревога За Будущих Такого Отреца Как Ей Ответить Вы Знаете Не Так По Фотографии Не Лечу Мне Сложно Скать Откуда Тревога Я Могу Вот Что Предложить Если Ребенок Вообще Тревожный То Его Тревога Сейчас Располагается В этом Вопросе Чем Она Будет Заниматься После Школы А Могла Бы Заморочиться На Что Другое Поэтому Здесь Вопрос Не В Чем Она Будет Заниматься А В том Что Тревожная Добрый Вечер День Извините Здравствуйте Алло Алло Здравствуйте Я в эфире Да Как вас зовут Меня зовут Валентин У меня Взрослый Сын Совсем Взрослый Уже Был Женат Брак Не Сложился Подал В депрессию Потом Мы С мужем Развелись И Сейчас Я Никак Не Могу Убедить Его В том Что Ну То есть Он Сидит Дома Не Работает Вижу Что Не Может Развел Он На Чьи Деньги Он Живет С отцом То есть Отец Содержит Да Ну Что Я Могу Сказать Ему Надо Лечиться У Психиатра Это Скорее Всего Депрессия И Помочь Ему Здесь Возможно Только Подбодрив Чтобы Он Пошел К врачу Дальше Разговор Достаточно Сложная К сожалению Не тема Сегодняшнего Нашего Эфира Но Заниматься Взрослым Человеком Это Достаточно Сложно Телефон Плюс 7495 731 Добрый День Меня зовут Марина Я В Разводе Дочери 13 лет У нее Противоречие Она Говорит Что Ее Все Бесят Все Бесят Она Стремится Единица Другой Согрет Что Все Никто Не Дружит И Одинок И Постоянно Говорит Что Ей Плохо Что Нет Смысла Будущ Она Ничего Не Добился Вопрос Как С Вести Как Е Помочь Вашего Ребенка К сожалению Вот Такое Нервное Состояние Она Вот Вступила Как Раз Подростковый Период 13 лет На нее Все Это Обрушилось Она С Этим Не Справляется И Первое И Главное Что Она Говорит Из Всего И То Что Ей Плохо И То Что Конечно Очень Неприятная Опасность Что Нет Смысла В будущем Она Там Добилась Это Ладно Вам Нужно Поддержать Нужно То Что Я Говорил Пять Минут До Этого Надо Ее Выслушивать Если Вы Очень Уже Беспокоены Ее Состоянием Дойти До Детского Психолога Потому Что 13 Лет Конечно Такие Депрессивные Мысли Это Рановато Добрый День Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Иван Я Хотел Задать Вопрос Следующего Характера Вот Родители Развелись У меня Было 7 Сейчас Мне 22 И Мы С младшим Радом Остались Мамой И Хотел Узнать Как Выйти На Разговор С Отцом Она Умалчивается И Вы Скали На Разговор С Отцом По Поводу Чего По Поводу Этой Ситуации Когда Они Развелись Это Затронуло Все Таки Нас А Что Вы Хотите У Отца Узнать Ну Просто Поговорить Об Этой Ситуации Что Произошло Почему Так Спросите Как Хотите Так Спросите Папа Что Произошло Чего Развелись Да Вот Это Да Да Ну Так Спрашивайте Как Есть Ну Вот Эмоционально Очень тяжело Выти На Разговор Как То Вот Эта Тема Она Такая Больная Почему Ну Понятно Поэтому Вы Хотите С ним Поговорить Надо Прямо Спрашивать Что Вы Хотите Узнать То И Спрашивать Почему Вы Развелись Мамой Здрасте Михаил Моему сыну 13 лет Приближается Летний Каникул Который Ребенок Проводит На дачах Родит Дурной Компании На даче Спрашивает Раиса Раиса Ну Вот Ваш Вопрос Можно Объединить С вопросами Других Родителей По Поводу Компания Не С Теми Связался Не С Теми Дружит Эти Плохому Научат Друг Его Использует И так Далее Рассказываю Вот Механически Конечно Можно Его Запереть Дома На дачу Вообще Не возить И так Далее Это Только Увеличит Риск Потому Что То Что Запрещено То Вызывает Гораздо Больше Интерес Чем Все Разрешенные Вещи Поэтому Это Не Решение Проблемы Решение Проблемы С Очень Раннего Возраста Додолго До Подросткового Возраста 5 6 7 Лет Деверять Ребенку Давать Возможность Выбора И тогда Вы как Родители Будете Всегда Спокойны Вот По Какой Причине А Ребенок Не Свяжется С Плохой Компанией Б Когда Ребенку Что Либо Предложат Выпить Закурить Понюхать Он Откажется Потому Что У нее Есть Свое Мнение Потому Что Он Независим От Коллектива А Вот Когда Ребенок Роль Играет Сами Родители Конечно Родители Сильнее Авторитарнее И они Могут Ребенка Задавить Просто Легко Но Потом Такой Ребенок Становится Очень Восприимчивый Очень Зависимый И Любой Более Не Менее На год Старше Или Просто Физически Здоровее Подросток Может Склонить К чему Угодно А Вот Когда Вы Ребенка Воспитываете Человеком Ответственным Самостоятельно Предпринимающим Решение Для этого Должны Давать Ему Очень Много Свободы Доверять Ему Тогда Вы Спите Спокойно Потому Что Глупости Не Сделает Точно Он За Себя Отвечает Добрый День Здравствуйте Как Вас Завод Меня Завод Даша Знаете У меня Такой Вопрос Вернее Проблема Вопрос У меня Брат У нас Небольшая Разница В Возрасте И Соответственно У Них Самая Большая Разница В Возрасте И Я Вижу Сейчас Что Ему 12 Лет Я Вижу Что Сейчас Она Совершает Ровно Те же Самые Ошибки Что Совершала И Со мной Сделает Уроки Ну Какие Такие Вещи Я Не Могу Найти Аргументов Чтобы Объяснить Ей Во-первых Это Мальчик Что Он Должен Будь Самостоятель И Ну Вообще Не Могу То То Силу Возраста И Силу Ну В принципе Уже Какой Те Ситуации Потому Что По Возрасту Все Я К Нему Ближе Вот Вопрос Как Найти Аргументы Вроде Бо Для Взрослого Человека Для Взрослого Человека С Опытом Вот Чтобы Объяснить Что Даша Добла Главное Главный Аргумент Что Она Делает Для Себя Ребенка Она Топит Что Чем Больше Она Его Опекает Тем Больше Инфантильный Он Вырастает И Отметки Здесь Не Самая Большая Проблема Попробуйте Так С ней Поговорить Хорошо Спасибо Большое Добрый День Здравствуйте Когда Подпис Непонятно Когда Был Ребенком Подростком Жил С бабушкой Она Меня Воспитывала Очень Сильно Баловала Всегда Уговаривала Кушать И так Дальше С тех пор Не могу С ней Спокойно Общаться Грублей В каждом Разговоре Срываясь Потом Стыдно Понимая Что Из-за Того Что У нас С юности Были Такие Отношения Сильные Опеки Возможно Ли Справить С ней Отношения Избавиться От агрессии С моей стороны Не только Возможно Необходимо Дело В том Что Вам Надо Перерасти Вашу Бабушку Вы Уже Взрослый Человек А Когда Вы Встречаетесь Бабушка У вас Тут Вылезают Ваши Детские Симптомы Почему Я Сказал Слово Необходимо Не только Бабушку Перерасти Но и Родителей Своих Потому Что Иначе Вы В каком Узком Вопросе Своей Жизни Но Очень Важно Можете Быть Инфантильны Можете Не Вырасти То есть Где Того Человек Взрослый А где Того Ребенок Который Продолжает Так Отбивать Это касается Всех Кто Сейчас Нас Слушает Все Люди Сколько Бо лет Вам Не Было И Неважно Живо Ваши Родители Или Нет Должны Разобраться С ними Чтобы Не Было Ни Обид Ни Претензий Ни Каких То Детских Проявлений Хотя Вам Сколько Угодно Лет По Отношению К Вашим Родителям Бабушкам И Дедушкам Потому Что Это Очень Тормозит Ваше Развитие И Ваше Личностное Становление И Кроме Этого Давайте Приведу Совсем Такой Тупой Пример Если Девочка Не Разрешила Свои Проблемы С отцом Она На него В обиде И так Далее Большая Вероятность Что Она Будет Продолжать Такие Отношения С Молодыми Людьми С Мужьями Это Будут Разборки Выснения Отношения Она Будет Вести Как Ребенок Поэтому Всем Нужно Избавиться От Этой Проблемы Добрый День Здравствуйте Меня зовут Татьяна По поводу Боязни Получить Плохую Оценку Поддержать В любом случае Ребенка Я как бы Со старшей Девочкой Ее Дай бог 23 года Ну Где-то Заставляла Ругала Ее За оценки И понимала Что это Не так Со стороны Решила Не повторять Прежних В свое время Ходила На тренинги В свое время Много Литературы Почитала И С младшим Уже Как бы Была Такая ситуация Он ушел В школу Говорит Мам не хочу идти Сегодня по контролю Там плохую оценку Наверное Я получу Я говорю Ты знаешь Как бы Ну Не важно Какую оценку Самый главный Человек Должен быть Хороший И вот Как бы Он теперь Даже в классе Детям об этом Говорит Ну как бы Не перегнуть Палку Вот чтобы И безразличие Какого-то К оценкам Совсем Хотя сейчас Ситуация поменялась Он как бы Он сам уже Хочет получить Более высокую оценку Это как говорят Слово не воробей Поймает Не вылетишь Вы уже сказали Что сказали Что сейчас об этом Я считаю Что правильно Все делаете Вы просто Испугались Своей собственной Смелости Перестанете бояться Все будет правильно Все будет хорошо Ким Добрый день Мама Девочки 11 лет Проблемы Логопедические Два года Занималась В возрасте 6-7 лет Логопеда Все проблемы Не решили Теперь не могу Говорить Подти к логопеду Как найти Мотивацию Для дочери Доводы Которые Пытаюсь Подобрать Не действует Спасибо А Валерия Кетеренбург Валерия Ну никак Когда у вашей Дочери Появится Мальчик Которому Она будет Симпатизировать Как она сама Побежит Логопеда Не волнуйтесь Это касается Девочек И мальчиков Когда Не следят За собой Не моется Не чистит Зубы Не стригут Ногти Не моет Уши Вот как только Кто-то им понравится Без всякого Маминого Напоминания Все Становится Прямо Волшебным Моется 5 раз В день Зубочистит 10 раз В день И от зеркала Не отходит Причесываясь Так что Расчески Ломается Добрый день Здравствуйте Как вас зовут Алло Меня зовут Елена Я из города Пенза Вот у меня такая проблема У меня сын 13 лет Он учится плохо Но наверное Вы только что Недавно говорили О том что Когда он был маленький Я была с ним Слишком авторитарно Он занимался спортом И мы считали Что это все На всю жизнь Вот У него там были успехи Но теперь он сказал Что я не хочу И я решил Что ему пора Ужидать свободу В этом Вот он говорит Я хочу другим Пожалуйста Иди другим Но дело в том Что почему-то Вот с учебой У нас никак Вот у нас Так не получается Я пытаюсь ему Давать свободу Он просто начинает Не учиться Как вы говорите Не учить уроки Это значит Я говорю Я тебе доверяю И выучишь сам Но в итоге Потом я узнаю Что у нас может Там пять двоек Подряд стоять Его вообще Оценки не волнуют А в каком он классе Учится? В седьмом Он в каком В седьмом Или в шестом Перестал учиться? В седьмом А нет Он всегда учился плохо Но он же переходит Из класса в класс? Ну переходят Но сейчас еще Кстати Одна перешла В другую школу И как-то он Немножко Стал лучше учиться Особенно Вот мне кажется Сам Ну как сам Я на него Каким образом Еще воздействую То есть Если ты закончил Четверть плохо Значит Ты лишаешься Компьютера Например До следующих Каникул И ты его увидишь Только в каникулы Так Работает Таким образом Вы знаете Так поработала Сейчас не очень То есть Он зато Не имеет Компьютерной Зависимости То есть Он может И в Другую Хотя Проблемы Решили Смотрите Если ребенка Переводит Из класса В класс Все хорошо Я вам так скажу Те родители Которые очень Нервно Отпосятся К тому Что они Перестанут Контролировать Учебу Кроме вас У ребенка Есть другие Механизмы Групповые В классе Из-за которых Он хочет Держаться На поверхности Я вам расскажу О чем идет Речь Речь идет О том Что ребенок Не хочет Быть лузером Он не хочет Быть самым Последним В классе Он не хочет Чтобы над ним Смеялись И он точно Не хочет Оставаться На второй год С малолетками По Совокупности Этих причин Ребенок И так Будет Держаться На поверхности Если у ребенка Какие-то другие Проблемы Психологического Характера Не дай бог Психического Или физического У нее проблемы С усвояемостью С памятью С пониманием Это уже Другой разговор Мы говорим О тех Детях Которые Как бы Развиты В норме То есть Их возраст Соответствует Возрастному Развитию И они Абсолютно Их записали В первый Класс Имея ввиду Что они Готовы Воспринимать Программу Средней школы Дальше Их мотивация Это их Мотивация Вообще Я вам хочу Сказать Как бывший Троечник Да и Двоечник Тоже Есть такая статья Даже она где-то По интернету Гуляет Почему Троечники Более успешны Чем отличники Если вам Посчастливится Почитайте Потом обменяемся Впечатлением Добрый день Алло Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Сева Мне 23 года И я считаю Что вообще Все любые проблемы В рамках Взаимоотношения С родителями И детьми В том что Мы в принципе Не способны На какую-то Рефлексию Мы вечно Как бы Пытаемся Как правильно Это сказать В общем Мы не видим Все Честно говоря Правильно Сказать Что я не подросток И звоню Не по теме Михаил Здравствуйте Родители Юридически Отвечают За жизнь Здоровье Ребенка До его 18 лет Как вы Позвете Правильно Подобрать Слова Соблюсти Баланс Если подросток Хочет Опасных Взрослых Приключений Турбаза С друзьями Взрослых Ночных клуб И все Таки Родительского Контроля В целях Его безопасности Заранее Спасибо За ответ Елена Из Перми Очень хороший Вопрос Елена Не знаю Хватит нам Сейчас Времени Или мы В следующем Получасе Об этом Поговорим Давайте мы Так как Чтобы я Подробно Рассказал Через пару Минут К этому Разговору Вернемся Вы слушаете Авторскую Программу Михаила Лобковского Взрослым О взрослых Знаете Прежде чем я вернусь К Елене Из Перми Я все таки Этот сюрприз Он же Подарок Хочу огласить Тем более Что он настолько Интересный Что он многим Может быть Даже изменит Лучшую сторону Жизнь Слушайте Внимательно Друзья Хотите сделать Доброе дело Причем Бесплатно Если вдруг У вас есть Знакомые Которые поссорились Друг с другом И никак не помирятся То у вас Сейчас появилась Реальная возможность Их помирить Дело в том Что Серебряный Дождь Готовит к запуску Новую программу Посредник Ведущим которой Станет Профессиональный Психолог Арнольд Зорин Который утверждает Что умеет Профессионально Мирить людей Чтобы проверить Господина Зорина Нам нужно Несколько человек Которому Позвонил В прямом эфире И Зорин Попробует Их помирить Так что Если у вас Есть кто-то Кто в ссоре Или может Вы сами С кем-то Не дай бог Поссорились Но в глубине Души Все-таки Хотите Помириться Пишите нам На Silver Собака Silver Точка Ру Еще раз Пишите на Silver Собака Silver Точка Ру И мы Попробуем Это сделать С помощью Нашего Посредника Вот я могу Думаю Думаю что Я его знаю Очень хороший Специалист Арной Зорин Вам поможет А вы заодно Посмотрите Как это все работает Лена Отвечаю не только вам А всем У кого дети Требуют Срочно Ночью На дискотеку Выпить Тут же Закусить И занюхать Чем-нибудь Вы правильно Говорите Родители Юридически Отвечают И пусть Дети Тоже Сейчас Нас Послушают И перестанут Торовать Качать Права Там Где Они Не качаются И так Родители Действительно Лена Отвечают Юридически За жизнь Здоровья Ребенка До 18 лет Поэтому Дома Дети Должно Быть К определенному Времени Вы решаете Какому 21-22 Я думаю Не позже Дети Конечно же Не могут Ни пить Ни курить То что Они это делают Так сказать Украдкой За углом Вы этого Не знаете Тут Не придерешься Но понятно Что это не может быть Ни на ваших глазах Ни Вы не можете Покупать им Ни сигареты Так сказать Ни алкоголь И так далее Конечно Дети Никуда Ни с какими Друзьями Безрослых Ни на какую Турбазу Ехать Не могут Дети Не могут Посещать Никаких Ночных Клубов Потому что Ночной клуб Не имеет права Их даже пускать А если там Не дай бог Что-то с ними Случилось Например Они выпили Их стошнило Или они с кем-то Познакомились Вообще Статья называется Совращение Несовершеннолетнего И она Абсолютно уголовная И хорошо Что есть Такая возможность На радио Об этом сказать Чтобы Как можно больше Людей услышало Есть просто Слово Нет Да Вы можете Сказать Я тебе Сочувствую Можете Обнять Поцеловать Можете Поплакать Вместе Сказать Пожалуйста Будет 18 Делать Чего Хочешь Но до 18 Пока Так Я Как он любит Обожаю Я твоя мать Я твой отец Я за тебя отвечаю Нравится Не нравится Но это правда Телефон Прямого эфира Плюс 7 4 9 5 7 130 101 Вы можете Написать На 3 2 Точка Силвер Точка Ру Или Смс Приснать На Номер Плюс 7 900 37976333 Так Вот Спрашивает Меня Человек Без Друзья Пожалуйста Подписывайтесь Как вы ведете Своими детьми Если Проблему С учебой Были Проблемы С учебой Я себя Неправильно Вел Со своими Детьми Я был Дурной Я Повзор Психолог Это Сапожник Без Сапог Но С возрастом Я Изменился Я Стал По-другому Общаться С детьми И дети Слава Богу Выросли Прекрасно Они уже взрослые Все у них Хорошо Владимир Добрый день Владимир Добрый день Мой племянник 16 лет Находится в пике Переходного возраста Не посещает Школу Постоянно Обманывает Не учится Рот Не курит Ворует Деньги У родителей Бабушек И дедушки И все И что Там дальше Не дописано Как я понимаю А Пардон Дописано Вот Открылось У нас есть Подозрение Что он курит Смесь И все Семьи Пытаемся Помочь Не проявляет Заботу Очень Здесь Наложился Текст Один Другой Не смогу Прочесть Поэтому Я пока Отвечу На телефонный Звонок Добрый день Здравствуйте Меня зовут Олеся Да Олеся Ой У меня К вам Такой вопрос У меня Двое Детей Старшему Двадцать шесть Младшему Восемнадцать Исполнился Так У меня мальчик Занимается Борьбой И он Такой Не курит Не пьет У вас два мальчика Положительный Ребенок Да А? Вы про младшего? Я про младшего Говорю Ну почему Уже пора Он мне все время Говорит Мама Зачем ты мне такие вопросы Задаешь Это мои личные проблемы Но меня этот вопрос Волнует А можно Вам задам вопрос Можно Вы замужем? Ну почти А писать Если вы каждый день Приходите А сын говорит Мать Ну ты что Собираешься Замуж выходить Сынок Пожалуйста Не надо Матери Мотать нервы Это вообще Тебе Касается Правильно? Ну да Ну зачем же Вы ему нервы Мотаете Мама Да я нервы Не мотаю Я все на юмор Перевожу Ну ему не смешно Он из-за этого Комплексует А вы туда Залезаете глубже А вам что Удовольствие доставляет Иронизирует Над ребенком Я не понимаю Зачем вы это делаете? Я больше не буду Этого делать Больше не делаете Не надо Таких вопросов Задавать детям Действительно Плюс 7 495 730 101 Мы читаем дальше Мой сын Эгоист Но опять Нет вопроса Здравствуйте Как справиться С такой ситуацией В подростковом возрасте Родители постоянно Ограничивались Следили Шутили Надо мной В подростковом возрасте И до настоящего времени Не было Личной жизни Огромный страх Перед близкими отношениями Спрашивает Алиса Алиса Эти к психологу Друзья мои Вот я Не совсем Вроде Как бы Тема понятная Про подростков Здесь и пожилые И вот сейчас Я читаю Алла Пишет Про 7-летнего Ребенка Друзья мои Ну соберитесь Подросток Это примерно 12 до 16 17 лет Добрый день Алло Добрый день Как вас зовут Меня зовут Алина А у меня есть Младший брат Он школьник Заканчивает 11 класс Так Вот такая проблема Есть возможность Мы хотим Всей семье Его отправить В Америку Учиться И надеемся Что останется Так А он хочет Объясняем Вот Он не хочет Он объясняет Что у него друзья Здесь Не знаем Что делать Мы объясняем Все преимущества Объясняем Что есть возможность Всегда вернуться И что это редко Возможно Сейчас Я не хотел бы Быть вашим Младшим братом Я вам честно скажу Это все Что я могу сказать Знаете Есть такая Передача В мире животных Глупый вопрос Конечно Знаете И там Показали Один раз Как слоны Берут ребенка Когда слону Исполняется Четыре года По-моему Его выталкивает Из стада Ну и сталкивает Из соображения Потому что Он должен начать Свою жизнь Ну это природа Да И он начинает Плакать И не понимать Когда его Родная мать Вместе с тетками Начинает Прямо ногами Пьянать Чтобы он валил Отсюда Он не понимает Он до этого Жил с родителями У нее такое Достаточно Большая община И вдруг И вдруг Прямо Когда какой-то Возраст Наступает У животных Биологические часы Срабатывает И он начинает Выпихивать Из семьи Ну из лучших Побуждений Чтобы он Сам мог Как-то жить Но мы не слоны И живем Мы не в дикой природе И эта Америка Нафиг Никогда не нужна Вашему Младшему брату Ему нужна семья А семья Что делает Семья За деньги Я буквально Сейчас не шучу Готова Отослать ребенка В Америку Почему я говорю За деньги Потому что Об этом речь идет Что он получит Хорошее образование У него появится перспектива Это все история Про деньги И больше Ни про чего Только про деньги Так что Вы можете Наш разговор Передать своей семье Может быть Они возьмут себя в руки И не будут выкидывать Из семьи ребенка Только потому что Им хочется Чтобы у ребенка Была шикарная карьера Это не главное в жизни А то что он хочет С друзьями И тут у него семья Это гораздо важнее Если он когда-нибудь Захочется в Америке Он сюда сможет Туда уехать Добрый день Алло Здравствуйте Алло Здравствуйте Меня зовут Елена У меня дочь Подросток 13 лет И есть еще Сын 9 лет Так Вы знаете Какая проблема У меня И вопрос В связи с этим У нее был день рождения В ноябре месяце И на этот праздник Она попросила Подарить ей Хороший смартфон Поскольку Значит У нее единственный Был плохой Ну вернее Его даже вообще Не было Ее это в принципе Никогда раньше Не беспокоило И свой личный планшет А чтобы у нее был После чего Как бы жизнь Разделилась На до и после Почему Потому что Она может Вообще не лечь Спать ночью И сидеть Значит В телефоне И в компьютере Спустя месяц Такой жизни У нее Первый раз Случился Истерический Припадок Это было страшно Я честно сказать Не знала Что мне делать Вот А потом Это повторилось Наверное Недели через три Еще раз При этом Она говорит Страшные вещи То что она говорит Там про меня Там про своего Младшего брата То что она Нас ненавидит То что я дура А его лучше Вообще И наследия не было Я не знаю Я вот связала Это с появлением Именно Гаджетов Потому что Получается Что у нее Она все побросала Она бросила танцы Она бросила музыкальную школу Почти не выходит На улицу И я это связала Я не знаю Права я или нет Я связала С тем Что у нее Просто Передозировки Интернета Компьютера Так сказать Мы можем Эту проблему решить Механически Дело в том Что я рассказываю На лекциях Про детей Что я считаю Что в будь неделю Ребенок может Полтора часа Максимум проводить В гаджетах А выходные Максимум 4 Вы можете Это обеспечить Вы понимаете Как я могу Это обеспечить Наверное Я договориться Не могу Нет Просто забрать Не надо договариваться Вряд ли договорись Сказать Что это Вот так И все И все Да-да Нет Nokia 6300 Тебя всегда ждет Мы или договорились Или тогда Я все это забираю И вот Пожалуйста Телефон У которого нет Ничего Так что Думайте сами Но я считаю И я всегда Рассказываю Об этом Когда там В школу Приглашают Лекции Почитают Например Родители Собираются Вот мой сидит Мой лежит Я у него Прямо Выдергиваю Силы И он уже Спит с компьютером И так дальше Я говорю Слушайте Пока ребенок Маленький Вы за него Отвечаете До 18 лет Полтора часа Будний Четыре часа В выходные Дни Или так Или Вырубается В доме Вайфай Забирается Эти гаджеты И так далее Придом Это твердо И жестко Потому что Я не хочу Тратить время На рассказ Как это плохо Влияет на здоровье Не только Психическое Но и физическое Например Раздражение Слизистой глаза От излучения Компьютера И так дальше Возбуждение Мозга И утомляемость И так далее Зачем Вы это так все Знаете лучше меня А нужна ли школа Ребенка Образование Можно дать Другий способ Общение с обществом Более продуктивно Если у общества Есть конкретный интерес Спорт И так далее Школа нужна Потому что Это целый Кусок жизни Где вы можете Привезти Это надобное Обучение Не вопрос Но школа Это школа Но если школа Плохая Да Здесь конечно Больше проблем Чем радость А если школа Хорошая То это Как и университеты Нужны не только Для образования А потому что Это проведенные Вместе с друзьями Годы Это очень важный момент Мы скоро вернемся Опять к этому разговору Вы слушаете Авторскую программу Михаила Лобковского Взрослым о взрослых Я отвечаю на вопрос О подростках Телефон Плюс 7495 730 101 Добрый день Алло Здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Лариса Я преподаватель Я несколько лет назад Ушла на вольные хлеба Из системы Потому что Не смогла ее победить Я считаю Что надо Двигатель прогресса Это любовь А не страх Потому что В школе детей В основном Запугивают И они Дают Через страх Мой вопрос такой Я столкнусь С тем же самым Когда я Сейчас занимаюсь Репетиторством Родители Будучи тревожными Требуют от меня Ставить оценки дома Давать больше задания И быть строже Строже С ребенком И доносить на них Если что не так И говорят мне Вы такая сказочная Добрая Это неправильно И вопрос Лицемерить Подстраиваться Под них Потому что Мои работодатели Нет Конечно Вы как гамлет Прямо Лицемерить Постраиваться Под них А не мои работодатели Нет Вы знаете Ведите себя Как вам Свойственно себя вести И скажите Что если мне нравится Могут все найти Другого преподавателя Ребенок Девяти лет Девочка Идет на поводу Посторонних детей Взрослых Идет Куда скажет Делает Что попросит Не всегда благовидные Поступки Но вопрос Почему ты так сделала Говорит Попросили Как отвадить От этого Ведь может случиться Беда Спрашивает Алексей Сказание Хороший вопрос Алексей Спасибо Понимаете В чем дело Такие дети Обычно Ведут себя Почему Таким образом Первое Они не могут Сказать нет Они хотят Чтобы их все любили Хотят быть хорошими Второе Когда Ребенок Более взрослый Они хотят Так на него Походить Чтобы взрослые Приняли в свой круг И так далее Тоже не могут Сказать нет Но Корень проблемы Кроется в том Что Родители Не так сильно Поддерживали Как могли Где-то Может быть Подавляли И критиковали Ребенок Не может быть Плохим Потому что Ребенок Сам себя Не очень любит Низкая Может быть Самооценка Может быть Усугублено Хотя нет 9 лет Это еще не Подростковый возраст Рано об этом говорить И поэтому Ребенок Не говорит Нет Чтобы быть Лояльным Ко всем Человек Ребенок Который любит Себя И вообще Все равно Что о нем То что он хочет И не делает То что он не хочет Ему совершенно По барабану Нравится он Или не нравится Почему Он нравится себе Но для этого Его должны Принимать родители Безусловной Любовью И принимать Вот таким Какой он есть